Здравствуйте, здравствуйте, друзья, товарищи! Чехия – сказочная страна, и мы продолжаем делиться с вами своими воспоминаниями. Чтобы джентльмен понимал, это уже второй ролик. Сегодня нам предстоит пройтись по самому известному мосту Чехии, а также посетить старый город и малую страну. Культовые локации туристов со всего мира. Поехали! Выходим из нашего музыкального отеля, и вот оно, пражское метро, станция Желевскогу. Друзья мои, метро, оно немного напоминает то, которое в Праге, то есть во Франции. Вот такие аппараты, все тут легко можно разобраться, поскольку туда же можно по грузке перевезти. 24 злотых стоит одна поездка на 90 минут. И вот тут видите, вот эти аппараты, и как-то так. Едем до Мустека. Это совсем рядом со старым городом. Немного гарри с мода метростроя, аквэрин и подвижной состав, типа номерные. И вот, наконец, центр Праги – Вацлавская площадь. Одна из самых больших площадей в мире и одна из самых главных в городе. Чехи проводят на ней различные торжества, праздники, собрания и даже демонстрации. Это также один из самых крупных торговых и деловых центров Праги. Отели, магазины, ресторации, кафешки. Если кто не в курсе, святой Вацлав – это чешский князь и небесный покровитель Чехии. Сейчас мы видим лишь краешек площади, а по факту она значительно длиннее протяженностью 750 метров. Но нам нужен Карлов мост Мостович. Собственно, туда и идем. Вы спросите, почему именно туда? Ну так и ответ – в заголовке ролика. Самый красивый пешеходный мост в Европе – раз, самый известный в Праге – два и вообще в Чехии – три. Культовое место во всех смыслах этого слова, но об этом чуть ниже. А сейчас мы проходим улицу 28 Ржина, ну в переводе имени 28 октября, в честь обретения независимости. Интересно, что улица длина всего 140 метров, а до 1919 года она называлась Фруктовая. В общем, вот тут эта улочка, которую мы, собственно говоря, сейчас прошли. Куда ж без KFC? А вот и Пэлос метро. Типа дворец метро. Но если джентльмен думает, что тут размещается управление метрополитена, то ошибается. Это пассаж со множеством магазинчиков внутри. Один другого прикольнее. А еще тут много разных рестораций. Нас заинтересовали фонарики в виде мечей. А вот и старый знакомый Татры Т-3. Или что-то в этом роде. Не знаю, кверины или нет, но тут сзади какие-то фонари другие уже стоят. И на крыше там то ли солнечные батареи, то ли что-то еще. В общем, как-то так. Впрочем, кроме ретро-трамваев тут катаются и ультрасовременные шкодовские машины. Друзья мои, мы в центре Праги, национальном проспекте, одной из центральных улиц столицы. Это место своеобразная граница между двумя историческими районами города. Новое и старое место. Ну и, конечно, трамваи. Их просто немерено здесь. И, заметьте, никому не приходит в голову упразднять этот транспорт. Вот река Волтава и мост Легии. Точилки водяные. Да куча на педалях. А это прекрасное здание. Народный театр. Осталось совсем немного до Карлова моста. Набережная Сметанова. Здесь толпы туристов. Можно услышать все основные языки мира. А вон черненькая штучка. Самый высокий в Чехии фонтан Краннока. Высотой 22 метра. В общем, движу сейчас к мосту. К мосту еще. Марин! Маринка! Они дошли! Ура! Дошли! Друзья мои, мы стоим на площади крестоносцев, которые, можно сказать, открывают легендарнейший Карлов мост. Архитектурные памятники. Костелло Святого Сальватора и Святого Франциска Оссистского. 17 век, леди джентльмены. Совсем рядом располагается музей Питок. Но мы туда не пойдем, ибо страшно. В средневековье. Смотрите, Старомесская мостовая башня. Туда можно подняться, но, как оказалось позже, не фри, а за умеренную плату. Под башней имеются подвалы, где раньше размещалась турма. А это памятник Карлу IV, построенный 170 лет назад. В правой руке он держит документ об открытии уже в 1348 году Пражского университета. При нем начался рассвет чешского государства. А вот смотрите, Собор Святого Вита. Это, друзья мои, жемчужина европейской готики, художественная и национально-историческая святыня Чехии. Змеи какие-то. Да, и вот он, смотрите, Карлов мост. С трепетом вступаем мы на мост Мостович. Немного характеристик девайса. Длина 520 метров, ширина 9,5 метров, высота 13 метров. Изделие арочного типа стоит на 16 опорах. Карлов мост – визитная карточка Праги. Более того, многие называют его одним из самых знаменитых мостов в мире. Мостович с полным правом считается шедевром средневековой архитектуры и самым красивым пражским мостом. Процитируем поэтичных особ. Он прекрасен во все времена года и в любое время дня и ночи. В жаркий летний день он приятно холодит, а в пасмурные и морозные дни кутает прохожих в туманные плащи реки Волтавы. Красиво. Вместе с тем, это одно из самых загадочных мест Праги, неразрывно связанного с мистикой, нумерологией и астрологией. Построили мост страшно представить 600 с лишним лет назад. Уже в дате строительства присутствует некая магия. 1357 год, девятый день, седьмой месяц, пятый час, тридцать первая минута. Один, три, пять, семь, девять, семь, пять, три, один. Получается сначала восходящий, а потом нисходящий ряд нечетных чисел. Древние астрологи заверяли, что эта формула позволит мосту стоять многие столетия. Ну, в принципе, работает. Мост окутан легендами и разными историями, некоторые из которых весьма криповы. Например, история об архитекторе. По преданию он заключил сделку с Девилом, ну, чтобы мост не ломался. А тот поставил условие, что, мол, заберет душу первого, кто захочет перейти на другой берег. Архитектор согласился, но попытался перехитрить князя тьмы, пустив первым черного петуха. Увы, хитрость не удалась. Демон заманил на мост беременную жену архитектора, а на следующий день она скончалась при родах. Некоторые утверждают, что мостович просто кишит призраками, ведь на нем казнили множество людей, одним из которых был Ян Непомоцкий. Его по приказу короля бросили в завязанном мешке в воду с моста. Но на месте падения из воды появилось свечение в виде пяти звезд. Более позитивная легенда. Говорят, что раньше под мостом жил водяной, который, видимо начитавшись остапа Бендера, взымал с жителей плату за проход. Вроде как его до сих пор можно увидеть на одной из запор и даже потолковать о непростой жизни в Евросоюзе. Были и курьезы. Когда нашего героя еще строили, жители требовали доставлять куриные яйца, которые добавляли в раствор для твердости. И вот жители одной из деревень отправляют первую партию яиц. Но они же не знали, зачем и куда. А сами думают, Эван, пока на телеге довезут, половину яиц покоцают. Давайте их сварим и будет норм. Так и сделали. Тут тоже фоткают народу полную. И меня сфоткают какие-нибудь иностранные туристы. И будет круто. Видишь, японцы меня фоткают. А вы знали, что в 90-х годах прошлого века Карлов мост посетил сам Далай-Лама? И после выезжа он сказал, что это место начисто лишено отрицательной энергетики. Более того, Далай-Лама назвал эту локацию центром вселенной. Хотите верьте, хотите нет. Совсем не удивительно, что очень многие знаменитости отметились на этом мосту. К примеру, Марина Цветаева. А уважаемый Том Круз снимался здесь в некоторых сценах фильма «Миссия неуполнима». Красиво полетенько. И, конечно, статуи. Это одни из основных достопримечательностей Карлового моста. Их вроде как 30, хотя есть еще две – хранителей. Но они расположены в других точках. Все статуи имеют свою историю и, разумеется, являются историческими ценностями. Прикоснувшись к некоторым, можно загадать желание. При этом существует целая система правил, как и когда это можно делать. Друзья, место определенно обладает мощной энергетикой, хотя наш скромный ролик не в состоянии полноценно это передать. Тем не менее, надеемся, что хоть небольшое впечатление об этой удивительной локации вы получили. А может, джентльмен уже бывал здесь? Напишите в комментах, если так, и что вы при этом чувствовали. Наш фильм будет неполным без посещения малой страны, исторического района столицы и, пожалуй, самого романтичного места Праги. Это старейший район города, являющийся памятником архитектуры барокко. А вы знаете, молодой человек, сколько стоит тут недвижимость? Мы как-то видели объявление о продаже торгового помещения площадью всего-то в 43 квадратных метра за 450 тысяч евро. Как-то так. Сейчас мы находимся на улице Мишенска. Она признана самой сохранившейся улицей в уже упомянутом архитектурном стиле. Давайте поделимся на атмосферу. О, и вот тут, видите, например, переводные картинки. Ну, вы понимаете, если смотреть двумя глазами, да, то будет объем. Тут вот, видимо, всякие такие старомодные дивансы. Ну, мы как поклонники стиля ретро, мы это уважаем очень. Вот, видите? И там дальше. Вот жалко, тетка ушла, но может, она сейчас подойдет? Просто посмотрите, какие там штучки. Видите, интересно. Че только не это. Ну, ладно, мы не будем ее ждать, тем более, может, она не разрешит фотографировать. Кто ее знает. Но там прикольно. Здесь тоже какие-то висят штуки. Здесь торгуют открытками. Тоже Прага и все остальное. Магнитики. Вот, а можно купить магнитик, в принципе. Видите. Ну, забор на ваню это запрещено. Короче, 15 минут остановка допускается. Ну, это нормально. А тут, смотрите, книги. Бухнистический отдел. И вот, пожалуйста, можно купить себе. Возможно, тут есть какие-то интересные книги. Вот, какая тут блестящая. Смотрите, ребята. Hard time. Горячее время. Так ты, дружок. А здесь, видишь, граффити рисуют. Хулиганы какие-то. А теперь старый город. И одна из старейших площадей во всей Европе, а не только в Чехии. Староместская площадь, которая является еще и сердцем старой Праги. Ей уже больше тысячи лет. Количество архитектурных шедевр здесь просто зашкаливает. Упомянем хотя бы астрономические часы. А вот Гремлинговский дворец, за которым видны купола Костелла Святого Микулаша. Надо ли говорить, что эти памятники просто бесценны. А на таких точилках катает туристов. А сейчас тарам! Древность какая. И вот, смотрите, ретро-тачки. Ну, это, я так понимаю, экскурсионные машины. Тут, видишь, просто экскурсии. Вот они. Ну да, тура заказывайся. Такие машинки. Я уж не буду фоткать, вдруг детьки ругаться будут. Так пройду. Прикольно. Взгляните, пожалуйста, на танцующий дом. Не менее культовое место на набережной Рашинова. Две башни символизируют танцующие фигуры. Мужскую и женскую. Впечатлений очень много. И, конечно, мы немного притомились. Однако, ритмы большого города зовут понимаешь. Если пройтись по тем же локациям вечером, картинка будет совершенно иной. Взглядите сами. Сейчас, друзья, у нас с вами есть возможность видеть старую Прагу, так сказать, в темное время суток. Вот пешеходы не гуляют. Отели. Прямо здесь. Это отель. Улица Карлова. Ну и вот как-то так это выглядит. Смотрите. Поехали. 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 КОНЕЦ Друзья, товарищи, нам очень интересно узнать, что лично вам понравилось из представленных красот. Поэтому будем признательны всем, кто напишет свои впечатления в комментах. Ну а в следующей серии мы окунемся в удивительный мир моделей железных дорог, и не только их. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и до новых видео.